Ну все, продолжаем, продолжаем. В общем, вторая ваша тема, это наболевшая тема ягодицам. Чтобы были как орех, как орех. Как орех были, да. То есть базовое упражнение, самое оптимальное, это приседание в сплоте. В сплоте. Опять же, надо правильно приседать, чтобы снять максимальную нагрузку в бедрах, передней щитовой лавой переднего бедра и перенести максимум нагрузки на ягодицы. Показывай. На ягодицы есть масса упражнений. Но это, я считаю, это обязательно, обязательно в сплоте. В кадре. Показывай. Показывай. Сейчас. Все, сняли штамп. Самое оптимальное на ягодице, это вот это упражнение, базовое. Приседание в сплоте, в кадре. Но опять же, нужно его выполнять правильно. Если ноги на ширине плеч, вот, и мы приседаем, вот, работает четырех головок, передняя бедра. Но надо исключить это. Нам надо ягодица. Это наше наполевшее место. Вот, 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 да. Что мы делаем? Ноги чуть шире плеч, не разводим носки. Если мы разведем носки, будет работать вот, середина бедра. Внутренняя часть. Да, нам это не надо. Если носки параллельно, работают именно ягодицы. И опять же, надо провалиться между... Вот, там, детки присаживайся. Вот. До максимума растянуть ягодицу. До уровня колена или ниже? Ниже. И опять же, вставать надо. Надо вставать. Включать ягодицу. Медленный присед. Растянули ягодицу. Вставь. Вот. То есть, вот этот присед. Вот, до максимума. И попу максимально назад оттягивай. И включай, включай. Оттянули назад и включили. Тут при подъеме, вот, зажимай, включай. И я можно добавлю, Марк, что колено не защелкивается. То есть, ноги нужно держать всегда в полусогнутом состоянии. Правильно? Да, не выключается. Да, не защелкивается колено. Это самое-самое-самое базовое упражнение. Сколько повторений? Расскажи, пожалуйста. Опять же, первый подход для разогрева. Добавляющих веса. Второй подход приблизительно, чтобы сдать свой рабочий вес. И опять же, 4-5 подходов рабочих. Уже с нормальным весом. И растяжка после того, как, да? Нет, это сделать на попу несколько упражнений. Нет, растяжку, растяжку обязательно. Обязательно, это в конце тренировки. В конце тренировки на полу растяжку. Полностью растяжку. Все. Ягодицы, еще ягодицы есть. То есть, мертвая тяга в станке. Но тут включаются и прямые мышцы спины. Вот они. Немножко включаются двуглавые. И опять же, включаются ягодицы. Чтобы включить хорошую ягодицу. Что надо для этого? Мы ее при подъеме, вот, мы опускаем. Растягиваем ягодицы, расстанули. Спину не держим-то. Потому что начинает работать спина. Спину вот, расслабляем. Растягиваем ягодицу. При подъеме, вот, зажимаем ягодицу, вот. Обратите внимание на ягодицу. Вот. Зажал. Вытянул назад и зажал, да. Оп. Угу. 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 Это две базы. И опять же, идут все станки, которые есть в залах. Это махи. Махи. Махи назад. Угу. Опять же, фиксация. Махи назад, махи в сторону. Все махи. Ну, в основном, назад, я так думаю, чтобы попа стала круглая. А скажи, пожалуйста, питание, чтобы накачать ягодичную мышцу. Так же, как и на грудь. Все так же самое. Так же белок, углеводы. Если человек хочет нарастить мышечную массу, значит, побольше белка. С чего строить? Да. Если человек хочет похудеть, сокращаем углевод, белок также надо принимать. Но подключаем побольше кардио. Понятно. Человек, который набирает объемы мышечные, кардио практически можно один раз в неделю. Но обязательно растяжку делать. После тренировки обязательно растяжку. Да, иначе ты сушишь мышцы с кардио. Ну да. Окей. một Продолжение следует...